Девушки отдыхают 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 Но вот решили от него избавиться почему-то Ну и Дэнбокер забирает себе первым же пиком И маг сейчас будет оформлять еще одного себе героя Ну вроде у нас ребята играют без каких-то стендинов Сейчас я посмотрю Просто вот такой есть Клауд Найн Манна Это кто у нас вообще? Клауд Найн Манна А, ну это Энви, я понимаю, да Энви, он опять выбрал себе какую-то анимешную Анимешную у кого-то героя и... Окей, ладно, пусть будет так Энди что-то парижно забирает Эмпайр У нас получается вторым пиком себе Хорошо Ну я не знаю почему еще и товарищ Ауи 2000 играет у нас под ником SamSosail Зачем? Он себе такой никнейм поставил Ну ладно Ну SamSosail по-моему имя Бульбы, да? Если я не ошибаюсь, Team Liquid Ну как-то странно немножечко Ну ладно, пусть будет так Так, Team Liquid Ассазин забирает у нас Клауд Найн Как и прежде, ребят, мы с вами, конечно же, общаемся на нашем канале StarLadder 1 Заходите туда, пишите что-либо Пеорически я в чатик поглядываю Особенно когда игры скучные Вот Ну сегодня у нас мега активная игра была Empire Alliance Мне очень понравилась эта встреча Сокончилась еще там 1-1 Я думаю, вы помните, что там у нас происходило Надеюсь, что и заключительный матч с участием Империи Тоже будет очень-очень динамичным И будет на что посмотреть На всяком случае, герой уже очень активный А значит, дотка будет интересной Вторая стадия банов у нас пока идет Ок Резервь time Radiant team bad Так, ну спрашивают, будешь ли ты на лан-финалах StarLadder Нет, ребят, скорее всего, я не буду И я не приеду Вот Ну, надо будет освещать и VPC, и Слигу кому-то Вот, так что буду из дома комментировать для вас другие матчи Так, вторая стадия банов Банится у нас Visage Минус Спектра Минус Nux Assassin Последний бан от Empire Ну, пока вроде бы тоже все дефолтно Разбавляются от суппортов От керри-героев каких-то Ну, вообще, мы видим тут Перебанили достаточно много керри Что самое интересное в первых стадиях То есть Doom, Ember Spirit, Спектрали, Контроп Вот это вот все Нага тоже Ушло в небытие И чем-то другим придется у нас играть Обеим командам Посмотрим, чем Ну, кстати, вам сейчас скажу статистику с голосовалочки с паблика Как обычно, я там на каждый матч запиливаю эту голосовалочку В паблике vk.com.slashadequad.tv Ну, и мы видим, что за Empire У нас больше народу болеет 72,7% Это, получается, 3 из 4 людей, проголосовавших за Империю За Cloud9 поставили Свои голоса 18,9% То есть практически каждый пятый получается, да Ну, и 84% на ничью все-таки проголосовали Такие вот дела Все-таки думают, что Империя должна побеждать с учетом 2-0 Вообще, Империя, конечно, победа нужна Как вы знаете В рамках этого турнира у них побед еще нет Ну, впрочем, как и поражение тоже они не проигрывали У них 3 ничьи С Alliance, Team's Dog и с Фнатиками Вот Ну, вот теперь посмотрим, как у них с Cloud9 получится Ну, и что самое-самое интересное Что даже если побеждают У нас сейчас Empire Это не гарантирует им ни в коем образом Выход из группы и попадание Ну, и поездку в Шанхай, да На Ланы В ВПСС Лиги Потому что выходит у нас из 5 команд В западной квалификации только 2 команды И сейчас мы видели, что там TeamDock и Alliance Собственно, на коне пока находятся, да Ну, а Cloud9, кстати, если хотят все-таки претендовать на поездку В Шанхай Они должны будут этот матч выигрывать Проигрывать ни в коем случае нельзя Потому что 2 поражения Из 4 возможных матчей Ну, вы сами прекрасно понимаете Что это Ни в каком вообще Ни при каком раскладе Не дает им права выйти С первого или с второго места Так, у нас там минус ЕС от Empire Вторая стадия пиков Луну забирают себе Империя Ну, следует, что Париж достаточно неплохой комбинации получается Пока на линии Точно сильная дабла Ну, и желательно бы дооформить какую-то триплу Какого-то еще одного рейджевого суппорта забрать Что-то типа Какого-нибудь Ванскора Саленсера, да Что-нибудь такое Было бы интересно посмотреть Ну, вообще, сегодня от Ванскора Саленсера заезжает как надо прям Разбирают пока Кентавер на оффлейн для мага Инвокер в мид у нас пойдет от резолюшн Мы это тоже прекрасно понимаем Так, что от Cloud9? Рубик они себе забрали Есть у нас, получается, темпларочка в мидбетрайдер на оффлейн И Рубик в качестве суппорта Вот, оставили триплу на сладкое Посмотрим, что будут забирать Резерве время Так, резерв тайм уже пошел Что-то задумался у нас Пайлайдай над своим очередным пиком Ну, надо набирать триплу Надо подумать, какого кири брать против луны Ну, есть герокоптер, опять-таки Есть тот же самый найкс То есть выбор достаточно хороший Причем найкс здесь весьма неплох Был бы Во-первых, он с пассивкой съедает кентавра Достаточно неплохо Во-вторых, инфест бомба Сама по себе тоже вариант хороший для инициации Так что можно подумать Что-то в последнее время команды профессиональные у нас И капитаны Как-то пренебрегают выбором этого найкса Считаю, что он, видимо, какой-то стал неактуальным кири Как знать, как знать Веджи Фул Спирит Ну вот, он пока второй суппорт получается Неужели какой-нибудь Дроу Рейнджер от Энви заедет? Ну, может быть, очень может быть Мы знаем команду Клауд Найм Мы знаем Энви, на что он гораст И я не удивлюсь, если Дроу Рейнджер все-таки заедет у нас последним пиком Они могут такое исполнить Они могут венгу как керри поставить, вполне Такое мы тоже с вами видели не раз Ну что, Эмпайр? Ластбан Ну вот думаю, сейчас, маг, кого же забанить? На каком кире будет играть Энви? Ну я бы забанил просто Дроу Рейнджер и все Типа один из таких профильных героев Энви Ну и есть, конечно, стандартные гирокоптеры Но всего не перебанишь Всех стандартных керри не уберешь все равно Пяти банов, к сожалению, для этого не хватает Там маг к прежнему думает Здесь никаких проблем у нас не будет сейчас Поначалу мы долго не могли стартануть этот матч Ввиду того, что Стим лагал Потом кто-то не подгружался из коммендаторов Ну благо, вот мы сейчас с вами стартанули Главное, чтобы во время игры никаких проблем не возникло Итак, затягиваем очень долго По расписанию отстаем Ну что, да, Дроу Рейнджер Ну тут, в принципе, читался этот бан На самом деле, маг, красавчик Ну и Клауд Найн должны будут забанчить С кого-то субпорта Кого, интересно? Ну такие, значит, стандартные субпорты Уже были перепиканы все, да Я подозреваю, что какая-то цемка может заехать В принципе Она достаточно неплохо расправляется Стэмпларочкой с той же самой, да Держит на расстоянии, сбивает Рефракшн В целом весьма не очень Весьма неплохо Но вот есть еще такие варианты хорошие Как Абадон и Шаду Демон Это уже прямая контра Бэтрайдеру, да Чтоб тут не вырывался в лосо и не убивал Так что-то из этого тоже может к Империи залететь Вот Дазл решили забанить у нас в Клауд Найн Забыл я про этого тоже Часто юзабельного суппорта Ну и маг, что же ты выберешь? Кто будет стать, значит, парижным луной? Достаточно хорошо было бы взять Какого-то суппорта Либо с жестким замедлением Либо каким-то активным станом, наверное, да Ну и, значит, парижный луна Потому что сами по себе, конечно, даем Вряд ли будут убивать Там есть какое-то замедление Есть бим, но это не то Какое-нибудь, конечно, хорошее замедление бы не помешало Но что-то может быть, типа Виномастер Например Ну и просто на парке Опять сам Виномастер неплохо тоже Входит Но кто же будет играть? У мага есть порядка 5 секунд Да, все-таки Шадоу Демон Шадоу Демон Он еще и неплох Под Инвокера, да То есть мы понимаем Ту самую комбинацию Дисрапшн плюс Санстрайк Как показывал сегодня Резолюшн Он в основном играет через Куасс-экзортовского Инвокера Так что Тут вроде бы тоже все понятно Все очевидно Клауд Найн Ну что, Энви На чем будем исполнять-то, а? Давай какого-нибудь снайпера Элитного снайпера Соло-мид Нет? Я бы посмотрел Я думаю И зрители бы тоже Что-то посмотрели снайпера А, ну тут в Рейв Кинг И... Что? 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 Синг-синг-то Пларасасин Да, понятно Парадай на Рубике Понятно А у Инновиджа Фул Спирит Да, да, ну получается да Энви играет на Рейв Кинге Все ясно Бон-7 остается Батрайдер Тут все четко Ну и Империи тоже все ясно Сален фармит на Луне Два суппорта Ванскор на Шедо Демоне Флай на Энштепаришне Резолюшн Мид на Инвокере Мак на Сложный Отправляется на Кентавре Так, я вам включу сразу Ингейм Худ, да Ну сегодня прям как-то хорошо Все пошло Я ни разу даже с вам Вам с рамочкой Не прокомментировал Ни один матч Даже первые минутки прям Сегодня смотрите абсолютно все Дота, я даже по-моему Ни один ферстбат не пропустил сегодня Прям прет, что называется Ну еще не вечнее, да Главное не зарекайся Потому что впереди еще Эта карта потом еще одна будет Определенно Так что будем смотреть Устраиваемся поудобнее Элитная катка начинается Дорогие друзья Прямо сейчас Эмпайр против Клауд Найн Я думаю должна быть активная Дота Я надеюсь на это После разгрузочного матча Фнатик и Тимдок Здесь должна быть жара Ну что, отправляет Синг-Синг У нас Мид на Топлар Ассасин Трипла в легкой линии У ребят из Клауд Найн Ну здесь в принципе То же самое В циркальном отражении Эмпайр Посылает свою Триплу Тоже в легкую Ну и здесь в принципе Наверное Каких других вариантов И быть не могло Был конечно вариант Что может быть Триплу Эмпайр Могли поставить сложную линию Но зачем Зачем если Сайленту Можете предоставить На легкой линии фрифарм А суппорты Если надо будет И сами побегают Побивают Тем более что И Трипла с Кентавром Тоже никто не отменял Там достаточно активная Трипла Может получиться Ну и ставятся Стандартные варды Оффлейнер пошел Поставил обсервер Чтобы его не гангали Здесь Флай видимо Тыкнул обсервер тоже Ну этот обсервер Чем хорош тем что он Перемещение вот На топ линии Такие-то ганги Предотвращает по сути дела Никаких там Сейфтп лишних Не будет сделано Он скоро Плюс 50 А В ренже Тавра Оставили вард что ли Или что Походу да Походу вард Поставили в ренже Тауэр И типа Сейчас Блон 7 Приедет Да и Заберет этот вард По-моему Кое-кто Кто-то типа Типа флая Лоханулся Немножко Нет А как поставить Подождите Тут можно было Как-то сделать А вот Это то что Видят игроки Из Клауд 9 Ну не видят по-моему Или видят этот вард Я вот не могу Вам точно сказать Сейчас Ну ладно Посмотрим Игра пока Что-то Крипы у нас Уже пошли Посмотрим За противостоянием Инвокера И Тамблар Ассасин Ну и Резолюшн Видимо на своем сете Играет Ассайсовском сете Хотя он ни одной игры С участием Ассайса Так и не посмотрел Но ему просто Видимо нравятся Эти форджи спириты Нет Смотрите Тут Бон 7 Дивардингом Не занимается Значит вард Четко был поставлен Так Ну неплохо Здесь подстопил Кстати линию Бон 7 Сейчас Если подпушит Салент линию То можно будет Немножечко Экспы получать Но здесь уже Активно гоняет мага Маг С одного крипа Тоже экспы получил Ставят везде в варты Бегает товарищ Сеймс Сейл Это Ауи Синтри вард Ставится Дивардинг Вот плюс 50 монет Для венги Кстати Флай в спину Забегал немножечко К Синтингу Пытается помешать Ему фармить Да Ну и вот Надежда вся Конечно на суппортов А ну вот Поставил сентри вард И Бон 7 Спокойненько Дивардинг По полтинчику Заработали Собственно Ребята из Cloud9 В общем полный Дивардинг Да Произошел Они же снизу Один вард И сничтожили И здесь один вард То есть буквально Два варда сняли Прям нормально Сома нет Из ниоткуда Просто вытащили Ну и при всем При этом Они оставили империю Вообще безвижно То есть здесь Ну да Резалис конечно Это не тот герой Который должен бегать По рунам И их собирать Там и так далее И с помощью них Что-то делать Резалис просто будет Стоять на имиде И кидать санстрайки Ну вот плохо только Ой мага подцепили Но не знаю Кстати вдвоем Вряд ли Никита Абратис Убьют Просто маг Отстанивает И убегает Квилинг Блейд Видим у Энви Будете его фармировать Какие-то слоты Возможно даже Мы увидим Мидас на этом персонаже Ну и Сайлен В принципе тоже Не брезгует Мидас собирать Против Олайн Он уж сегодня Это показывал Так что Керригеры будут фармить Очень жестко Так Дабл дамедж Ну вот здесь Могут быть небольшие Проблемы у Резолюшн Да в плане Выхода с суппорта Потому что Если вот активно Начнут переместяться Пайлайдай вместе С Ауи То у Резолюшн Могут быть небольшие проблемы Куас и Зордский инвокер Чем плох Тем что у него По сути эскейпа Никакого нет То есть Куас и Зордский инвокер Позволяет уйти в инвиз И бешеный ему в спид А за счет этого Можно выживать А Куас и Зордский инвокер Ничего не имеет Может кинуть колдснеп Он может вызвать Фершспирит Но ничто из этого Не спасает обычно Ну что сапог себе Приобретайте В ренеем Энви Левел третий уже Стал он максит Мы видим Третья минута встреча Ну и пока вроде Все спокойно у нас Что у мидеров 15 на 7 Теплор Ассасин Инвокер пока 8 на 2 Кстати Резолюшн Достаточно серьезно По крипам Пока проигрывает Ну тут через рефракшн С них видим Не оставляет никаких шансов Вообще Этим крипам Ну вот они Первые перемещения От Клауд Найн Под смоком Мид на резолюшн Резолюшн По этому делу Ничего этого не видел Форс спирита вызывает Далеко по-моему Выходит Выходит Да есть Телекинез Рефракшн Пробивает с руки Сейв ТП Стан залетает Проблемы у резолюшна большие Пробивает с руки Спил Ван Скор Спрета Дисрапшн Спасет ли вопрос Нет не спасает Синг Синг делает Феррис Блад Прилетает Бон 7 Проблемы еще могут быть У нас кстати У Ван Скор Это даблкил От Синг Синга Хорош Не ну тут конечно Шикарно отыграли Глауд Найн Не растерялись Еще вовремя подоспил Бэтрайдер И Такое Отличнейший Даблкил организовали Ну это мне что-то кстати Напоминает первую игру Сегодняшнего Стрима Да Где играли В Empire против Alliance Та же самая ситуация была Пришли Alliance Мид Гангать И в итоге 2-0 Сразу за даблкил Сделали в миде И тот же сам У Ван Скор Прилетал помочь И тоже отъехал Прямо 1 в 1 Черт Почему 2-1 счет Кто отъехал Кого я не увидел А Ван Скор То фраг на ком-то сделал На Пайлайт Дай В итоге фраг сделал Вот оно что-то Да окей Тогда уди 2-1 Еще более-менее Так ПТ приобретаете Время ему на Сенви На фрифарме Он находится Впрочем как и Сайлент Если мы сравним Дух керри героев Мы видим что У Сайлента 31 на 9 У У Энви 24 на 8 Да Тут у Сайлента Немножечко получше Все скрипами Обставят дела Так Под хостой бегает Флай вместе с Ван Скор Попытка была атаковать Бон 7 Бон 7 просто улетает Так В мид перемещается Ван Скор Но он здесь уже будет Конечно же Почаще появляться в миде Чтобы помогать Резолюшну Прекрасно понимаю То что возможно Такие вот постоянные ганги Но Резолюшну конечно Помощь нужна Отдаваться им ни в коем случае Нельзя И Резолюшн Купать и Глоссов Хест Будет делать конечно Мидас Мидас желательно Фармить как можно скорее На серии Пятая минута встречи Делаются стаки Какие-то со всех сторон Ну все это для Бутрайдера Конечно Чтобы потом пришел Бон 7 И выформил себе Очень быстрый даггер Ну кстати Довольно-таки неплохо У него может получиться Сейчас здесь подфармит Потом прилетит Здесь подфармит Денег очень много Синг-синг у нас Топ-3 позиция По КС Пока отстает от керри героев Но превосходит Резолюшн На серии Смотрите Атака пошла Солкетчер Санстрайк Залетает по таймингу Ну все это ушло Просто в рефракшн Колд снепы Пробивают Ну и да Демеджа не хватило Ну рефракшн здесь спасает Третьего уровня Мы видим Много демеджа Всего впитал Этот спелл Всегда что-то Уже в их остается Так Сален На что несет тебе Ага Рецепт на Мидас Окей Ну как мы понимаем Что Лол Это что такое Бутрайдер Чё-то, по-моему, переоценил свои шансы Здесь немножечко бутрайдер Отправился в таверну И покупаете траквилбуцы Да, сразу на даггер не войдёт Ну, очевидно, что он это делал не специально Потому что он денег не потратил ни на что перед смертью Поэтому просто крип его какой-то добил Ну и тогда у вас становится счёт внезапно Пошлась с вами на ту встречу Мак у нас, кстати, что имеет? Сапог с оффлейна Нахватил себе на четвёртый уровень Экспейн наворовал у Энви Нормально Энви, кстати, 1100 Ну, мы знаем, например, знаменитого Врейфкинга от Иллидана То есть это Армлет Даггер И плюс какие-то там Дезоляторы Керасы и прочее Посмотрим, как у нас Энви будет раскачиваться Через какие артефакты Итак, в мид попытка убить Синг-Синга Синг-Синг Манскор идёт Дисрапшн есть На этот раз вместе с Флайем Может и получиться Чилинг Тач Солл Кетчер пробивают И Клод Снэп Пришёл Пайлодай И всё, Синг-Синга не забьют Энерс Вороти Можно подраться Синг-Синг Ещё пытается Плюшки какие-то дать Синг-Синг Лол, ну и Пайлодай теперь Ванскора будет убивать Нет? Замедление Бешеное Залетает ещё Бон 7 Ванскор пока живёт Флэймбрэйк нужно кинуть Нет Флэймбрэйка Лейт Флэймбрэйк Лол, Ванскор бежит Флай умирает Ванскор живых остался Не, ну был бы Флэймбрэйк Здесь был бы даблкил, конечно В любом случае Клод Найн молодцы Снова От атаки На их мидзер Они превратили себе Плюс в один фраг Нормально Смотрите, Энви пошёл Убивать мага Ну, четвёртый стан Ему, конечно, помогает В этом очень сильно Левел седьмой Уже является Перерождение Достаточно сильным Становится у нас Этот Энви Но мы помним Что у Сайлента Мидас Мидас, который Он уже активно Начинает юзаться За счёт этого Конечно, он будет Выходить вперёд По Нотворсу Перед Рейвкингом Ну, это, в принципе, и правильно Здесь Чтобы Луни убивать Достаточно спокойно Этого Рейвкинга Нужно просто переформить На парочку артефактов Ну, Мидас в этом плане Конечно, поможет Так, ну что Бон 7 900 монет пока А, Мидас покупает С Митэмпларка внезапно Очень интересно Причём Резолюшн у нас Пока без Мидас И Митэмпларочка Собирает его раньше Не, ну если сейчас ещё Какие-то в Рейвкинге Если начнут покупать Мидас Это будет забей Там 4 Мидаса на карте Это не весело Так, перемещение пошло От Суппорта в Клауд 9 Залетает здесь Синг Синг По 3 фракшна Вместе с Товарищем Сэмсо Сэйл Он же Ауи И попытка забрать Тавера Может быть даже убить Мага Маг понимает Маг должен чувствовать Маг должен чувствовать Что что-то не так Поставили обсервуар Тавер без сопротивления Падает Сбирает Дэнби Ну, главное, что Маг не подставился Так, ну и Резолюшн в отсутствии Темпларочки Пока пытается Насобрать себе на Мидас Даггер всё-таки Сразу Даггер от Энби Без армии Ты пока решил играть Может быть армия Старым артефактом появится Но в любом случае Даггер Первым артефактом Серьёзным На В Рейвкинге Говорит о том Что это будет Активный Рейвкинг Это будет не особо фармящий Но он будет Врывающийся в замесе И пытающийся убивать Так, вот там Дочный маг Может подставиться Под Даггер Надо быть аккуратнее Ну вообще, конечно Желательно магу Откуда-нибудь уйти Слайна Вот смотрите Поставляется он под стан Есть вейв Сеймс о сейл Ещё один стан Дэд Всё по таймингу Маг Нету, смотрите Нету свапа У Ауи Да, и поэтому Наверное будет выживать Маг Или нет До конца идёт Эмин на стан Хороший Он таких не прощает Дисрапшн Он скоро Санстрайк Где санстрайк Санстрайка нету Да, ну и поэтому Спокойненько Энви уходит 4-2 Клауд-майн Пока ведут И пока доминируют Ну и да В принципе Это правильно Нельзя оставлять Сайлент на фрифарме И давать ему Возможность Вывести себе Много-много слотов Надо доминировать Над оппонентами И пытаться Поджимать их На всех лайнах Ну сейчас Например Вполне Ожидаемый Какой-то ганг На топ лейн Сайлент пытается Забрать вместе С флаем Тавер И нужно это Помешать это сделать Один пока Палайдай здесь Но явно не поможет Так в виде Синг-синг С Мидасом Пока фармит Резолюшн у нас Мидас себе тоже приносит Немножечко поздноватый Получается Обычно он раньше собирает Но Как уж получилось Была одна смерть Поэтому Быстро Мидас Не вышло собрать Ну и 11 минуты встречи Пошла 4-2 счет Смотри по графикам Преимущество Клауд-майн Ставляет Сколько? 5 тысяч? Да вы издеваетесь Откуда столько-то? Вот это нормально Пофармили Забрали тавер На 2 фрага больше Сделали 5 тысяч Там кстати по XP 4 тысячи Достаточно серьезное Преимущество Но правда Сейчас активно Начнут импайр Юзать Мидас 2 Мидаса на команду И они должны Компенсировать Вот провал Поначалу Ну и маг Конечно очень неприятно Офлэйни он отдал Сейчас Начинает фармить На даггер С самого нуля Денег нужно много Что оба трайдер Даггер уже Должен быть Да Болон 7 нафармил на даггер Сейчас себе его купит 2 даггера У Клауд-9 А этот значит Можно убивать мага Главное просто Энви на максимальный рейндж Прыгнуть и кинуть титан Все больше ничего не надо Синг-синг у нас Продолжает фармить 2 фрага у него Кстати с миды есть Левел 9 Так Немножечко у нас Стали неактивными Какие-то вот Суппорты импайр Мы видим да Какое-то количество времени Уже ничего не происходит Они просто это Охраняют сайлента Но боятся то Что внезапно Какие-то ганги Возможно И будут сайлента убивать Лучше же предоставить ему Свободный фарм Тем более с Мидасом Вот хелм он себя уже приобретает Будет сделать доминатор Пайлайдай уже начал воровать Какие-то Спеллы Сфоровал бим Четвертого уровня Неплохо Синг-синг нафармился на ПТ Развлекает уже трэпами Так вот Вот они 2 ТП Очень интересных ТП В исполнении Клауд-9 Знает ли об этом Мэмпайр Пока я бы он не чувствует Глиф фортификейшн Надо Тавар сэвить И заунициировать Даку От Клауд-9 Да, врывается Батрайда хорошо В лассо Сайлента зацепили Хороший Хороший десапшн Получился Но правда Энди ворвался Под соулкетчер В отскор разбивает лицо Убили Сайлента И суппорты давят на пятки Пытаются уйти Синг-синг найдет ли Найдет ли Нет, не находит 2х суппортов Ну и А, кстати, кто Тавар забрал А, так еще и ты Платка с Денайл Ну, красавцы Клауд-9 в этом моменте Керри забрали Тавар не отдали Все четко И снова ставим Большой плюсик В этом моменте 12 минут Ребята из Талат Отыгрывают Ну, просто потрясающе Ну, кстати, вот Говорим о том Что в плане подготовки Моральной, да К этому матчу Не стоит забывать Так, все время Мэнди Врывается на резолюцию Да, 2 Форджа Спири Тоже на развороте Может быть дать колл снэпы Да, дать колл снэпы Можно лишить даже, наверное Перерождения Хорошо На халяву Ну и все Пусть матывается Все четко Так вот Говоря о моральной подготовке И вообще настроению Обеих команд Empire чувствует себя Вообще великолепно То есть у них через недельку Буквально уже ланы в Киеве Европейские дивизионы Они прошли с первого места Два матча всего лишь проиграли Там из 15, по-моему Ну, то есть, понимаете Отличные показатели Вот И здесь они пока тоже Без проигрыша идут То есть у них Настрой боевой На самом деле Очень хорошая Очень хорошая форма Они достигли Сейчас Чуть ли я бы сказал Наверное, пиковой формы Вот На окладная Немножечко похуже Все В матчах Тайбрейк С которыми у нас были матчи Да, то есть матчи переигровки Где решалась судьба Поедут ли они на ланы На Старладер Или нет Девятого сезона Они проиграли Лайонсам и Рекс Кис И Ну, типа Было не весело Так, тем временем У нас врываются Хорошо на Сайлента Боже Второй раз его убивают Ну и так вот такая Добрая мстя пошла Отлично Второй раз убивают Кири Героя Эмпайр И С Мидасом Сайлента уже нужных артефактов Не вывозь Блейд Мейл, кстати Вот такой вот интересный Закуп от Энди Идет дальше На флайер брасывается Есть танчик Ванскор Здесь у нас зацепил Суппорта Ну и приостановили Это движение Ну что, 14 минута встречи Маг Без Даггер 1200 Все очень плохо Резолюшн с Мидасом ПТ пока только Ну и преимущество Сталят уже 5000 Ровно Клауд 9 Бодингам По экспе Больше 5000 Бон 7 На Резолюшн А врывается С использованием Даггера Ну и тут смотрите Ну просто без шансов Разорвали Киллинг спрей Ну тут еще Разорвали лицо Шаду Деван Пришел Сален Зачем пришел Что хотел Сален Ну что это Стан залетает Парадача Сталикинез Фейтболт Успел ультю Успел ультануть Но не добил И вы не туда пошли Это беда Просто минус 3 На разных частях карты И абсолютно Ненужных минус 3 Ну Вот Эмпайр Как всегда Вот в своем стиле Вот что сегодняшний Первый матч Что вчерашние игры Первую карту Сливаем Непонятно каким образом Глупые движения Глупые перемещения Глупые отдачи А второй карте Выносим врага Просто перед ногами Абсолютно та же самая ситуация Вот я сейчас с Алайнсом Опять таки Эту игру вспоминаю Полностью Програнный early game И там дальше Алайнс не отпустили То же самое В принципе Сейчас могут продемонстрировать И Cloud9 Так В Рейв Кинг Что? Что? Где его вообще забрали? А на топе там он С Амстрайком что ли Походу? Или как вообще? От крипов? Флай Айнштепарейшн плюс инвокер Понятно Двумя ультами сцепили Айсблаз там видимо Залетал от флая Только-только видимо Его получил Да-да-да И сразу же хорошо реализовали Ну неплохо Поймали на то что Не было перерождения Сбили стринг Так что пойдет 1400 майн кстати Есть у Рейв Кинга По Нетфорсу Думаю топ 1 должен быть Нет Топ 1 Синг-Синг На Темплара Сассина Не забываем что Синг-Синг тоже Очень активно отыгрывает 3.00 плюс Мидас Появляется даггер Второй как раз таки Идет в Рейв Кинг 7.500 Дальше 5.800 Сайлент с двумя смертями Ну и резолюшн Мы видим тоже 5.400 И смертей у них тоже 2 Покупается некрономикон И ну будет их собирать Осталось только Сфиток нафармить Сайлент прежнего Без доминатора И попытка что-то Устроить снизу Ну в принципе По-прежнему нет перерождения И попробовать можно Пока один здесь Энви его забрать Монскор без ульты Сайлент ульту тоже потратил Тайс Бласт Тайс Бласт залетает Тайс Бижен В Энви залетает Тайс Бласт Нет, мимо Ну и Энви Работает на тагере Нормально Рубик тем временем Убивает С ворованными Форджа Спиритами Инвокера Что происходит вообще? Как это произошло И что происходит? У меня два вопроса Ну ладно Черт с ним Рубик убивает Инвокера в лесу Ладно, я это запомню 17-й минуты встречи Пошла 10-3 В пользу Cloud9 Доминирует на всей карте Просто Преимущество растет 10 тысяч уже на 16-й минуте Боже, на 17-й По XP тоже десятка Ну и сразу Заход на Рошан Сиксинга Дабл демош Он внезапно получил себе Под рефракшеном Под молдом Минус 14 брони Медаленовку рейдж Тоже вешается Там еще и накидывает ВФ в террор Вторич Ауи Not bad Такие санстрайки Залетали Ну Сиксикс спокойно На халяву Забирает Аегис Так, ну вообще Я смотрю Китайские комбинаторы Уже покинули эту игру Типа тут все понятно Эндвив грызается Врезали И ушно пробивает С руки Пол хп снял Помощи никакой не последовало Немножечко не успел Здесь Синг-Синг Сломали Форджа Спирита Ну кстати По ТВ-рам, да Что мы видим 4 в 1 Размен по ТВ-рам То есть Клауд-9 И по этому показателю Тоже впереди Помимо всего прочего Ну и сейчас конечно С Аегисом И плюс есть перерождение В Рейв Кинга По сути это 2 Аегиса У них на команду Можно Ну просто устраивать экшн На любой точке карты Можно даже заходить На 3-тауэр Там воевать Поэтому они заняли Такие Нападающие позиции Сейчас Бон-7 Ищет кого же ворваться А вот тут идет Флай На смерть верную И Флай К сожалению умирает Причем умирает он очень быстро Ну кстати Колд Фит он успел дать Битрайдера Такое 11-3 19-ой минуты встречи идет Синг-Синг 3-4 Сто себе нафармил Внезапно Что у Сайлента Сайлент Доминатор есть Призвал себе Сумона И этим Сумоном Он что-то наверное делает Или не делает Пока я не вижу Какие-то стаки Там на эншентах Куча вордов В своем лесу Чтобы не гангали Тут ну Майор Шторм появляется Видим тем временем У Энви Вгрызаются в миде в мага Нет не вгрызаются Там от судового Мелда Чуть пол хп не снял Этому Кентавр Кентавр кстати Вот немножечко еще потерпит И будет агер Но этот два тавра уже падает Бон-7 Расправляет крылышки Есть лассо По-прежнему лассо не тратил Можно в принципе Куда-то влететь Но противники уже зажаты на базе Поэтому вытаскивать их Придется из-под Т-3 тавра Сайлент у нас тоже Оритируется Убегает глубоко назад Ну и вот Кентавра появляется Наконец даггер Опа Энви Сайлент прячется Сайлент Сайлент Выходит Сайлент вансует Вейв Стан Сейв ТП Еще один Сан Сайлента убивают Очень быстро От Кентавра Пошел раскаст Резолюшн Блэйд Мелот Энви просто идет вперед Убивает мага Это минус 2 Резолюшно большие проблемы Это будет минус 3 А из баста развороте Хорошо Энви сломали Но правда там перерождение Ну и как я прописываю Команда Эмпайр У меня Ну Ребят просто нет слов Я Ничего не могу вам добавить По этой карте Я вам ничего не могу рассказать Просто Эмпайр взяли И проиграли эту игру Они больше ничего не сделали Ну и команда Клауд Найн молодцы Отличное исполнение Своего пика Потрясающая реализация И Ну все три лайна Были просто уничтожены Тоже больше не добавить Просто как будто Аматоров разложили Сейчас Клауд Найн Своих оппонентов Империи нужно Подсобраться Следующей карте Она будет буквально Через пару минут Поэтому советую вам Далеко никуда не разбегаться Ну и посмотрим Будет ли это четвертая ничья В рамках ВПСС Лиги От Эмпайр С вами сегодня Адекват Старладдер Далеко не расходимся